На молодость завещано беречь. Под таким девизом прошла встреча бывших комсомольцев с юными зареченцами. Диалог поколений был организован в канун годовщины создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 29 октября в ВЛКСМ исполнится 99 лет. В следующем году у нас знаменательное событие, 100-летний юбилей комсомолы. И вот сегодняшняя встреча, она как раз открывает цикл тех встреч поколений, которые вот этой памятной дате посвящены. Это не просто диалог поколений. Мы отобрали троих спикеров, условно говоря, то есть троих уважаемых ветеранов и комсомольского движения, и ветеранов на уровне города. Каждый из них поделится с присутствующими, в первую очередь с молодыми людьми, какой-то интересной комсомольской практикой. Для участников встречи поколений в фойе Центральной городской библиотеки была организована специальная тематическая выставка. Гости буквально с порога могли окунуться в атмосферу прошлого. Лозунги на транспарантах, комсомольские плакаты, вымпелы и литература по истории ВЛКСМ разных лет. Библиотека у нас хранит такие материалы очень долго, мы не списываем такую литературу. Это наша история, это наша память, память наших поколений. Это очень раритетные книги. Книги в основном собраны, отобраны из книгохранения. Собрание ветеранов комсомольского движения открыл бывший первый секретарь горкома ВЛКСМ Сергей Рузайкин. Он отметил, что такие встречи служат важным звеном в преемственности поколений. Очень радостно от того, что тот опыт, который был у комсомола, те наработки, или как сейчас говорить, те практики, которые были когда-то в комсомоле, сегодня мы о них вспомним. Кто-то на кого-то нахвалут воспоминания, я думаю, юности, кто-то, надеюсь, наоборот, подчеркнули для себя что-то новое. Почетными гостями встречи, посвященной 99-й годовщине ВЛКСМ, стали Лариса Востокова, работавшая секретарем комсомольской организации ОЗК-31, Николай Вахурин, занимавший пост секретаря комитета ВЛКСМ Пензенского приборостроительного завода, и Любовь Блиничкина, создатель и руководитель легендарного комсомольского штаба «Искра» в Доме пионеров. Ветераны комсомольского движения поделились своими воспоминаниями о юности с представителями современного городского детского движения «Юнзары». Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».